За три года к губернаторскому проекту «Активное долголетие» подключилось более тысячи мытищенцев серебряного возраста. И сегодня здесь вновь день открытых дверей. Одна из первых посетительниц Нина Кузнецова уже давно слышала о клубе. Видела репортажи на телевидении и решилась прийти, чтобы найти занятия по интересам. Меня как бы сагитировала, будем так говорить, моя приятельница. И потом я посмотрела сайт в интернете, и вот вчера я уже решила прийти. Я умею вязать, поэтому, может, и это мне близко. Меня вот привлекают вот такие вещи, то есть вот эти всякие поделки из материала, из цветов. Для поддержания здоровья и бодрости духа Нина Петровна посетила первое занятие по здоровительной гимнастике «Цигун». Это название происходит от двух слов «энергия» и «сила», а вместе обозначают обретение энергии. Мяска, выдох. Это сейчас на Дне открытых дверей в клубе «Яблоку негде упасть». А три с половиной года назад руководитель Снежана Галушевская сама лично раздавала листовки пенсионерам на улице и приглашала на занятия. А теперь они приходят сами. Так, например, на День открытых дверей собралось около 150 как новых, так уже и знакомых лиц. Мы очень многочисленный на данный момент клуб, у нас больше тысячи участников. И мы хотим новых активистов познакомить с активностями, которые у нас проходят в клубе. А те, кто уже достиг каких-либо результатов, а они достигли, они демонстрируют с удовольствием. Танцевать можно в любом возрасте. Это прекрасный способ заряжаться энергией, хорошим настроением, позитивом, особенно пожилым людям. Людмила Тещенко вспоминает, что в детстве занималась балетом, а на пенсии танцы помогают обрести внутреннюю гармонию. У меня давление проходит, когда я занимаюсь танцами, потому что какая-то радость, что ли, все уходят от проблемы, которые накопились. И все, как-то приходишь с танца, уже энергия какая-то появляется. Здесь поют песни, читают стихи и участвуют в театральных постановках. Одним словом, получают возможность учиться чему-то новому, на что раньше не хватало времени. Во-первых, все прошли уже серьёзную школу жизни. Дети у всех выросли, дети заняты. Мы остались одни. И мы сюда приходим, мы здесь находим по душе людей, которые нам дороги, которые понимают нас, с которыми у нас одни взгляды. Девиз клуба «С активным долголетием отпразднуем столетие». И действительно, число участников растёт с каждым днём, а это значит, что скоро им станет тесно на Мира-37. С просьбой о новом, более просторном помещении они обратились к председателю Совета депутатов. Андрей Гореликов обещал подумать над этим вопросом и отметил, что главное – оставаться молодым в душе. И никакой выход на пенсию не страшен, когда в округе развиваются такие культурно-досуговые клубы, которые по-настоящему заботятся о каждом, кто переступает порог учреждения. Татьяна Горностаева, Денис Корнев, Первый мытичинский.